Основная сложность, которую таит в себе овладение искусством говорить «нет» — преодоление вины, страха и стыда, накрывающих нас, когда мы вынуждены кого-то разочаровывать. Это масштабная задача. Во многих случаях для ее решения приходится освобождаться от того, что усваивалось годами. Некоторые из нас, в том числе и я, старались угождать другим большую часть жизни. Путем постоянных повторений мы приучились ставить в приоритет не себя, а окружающих. И чтобы от этого отвыкнуть, потребуется довольно много времени и усилий. Хорошая новость в том, что это под силу каждому. Если вы готовы применять рекомендации, которыми я собираюсь поделиться, то вам удастся постепенно ослабить свою склонность угождать людям. С каждым новым «нет» вы будете чувствовать, как обретаете свободу посвящать свое время более продуктивным и благодарным занятиям. Как я уже упоминал, речь не о том, чтобы перестать помогать людям. Нет. Наша задача – научиться отказывать без чувства вины в тех случаях, когда в силу обстоятельств это решение является оптимальным. Покончив с этим вопросом, перейдем к делу и поговорим о первом способе. Способ номер один. Говорите прямо и откровенно. Знакомлю вам следующий сценарий. Кто-то просит вас о помощи, но вы завалены проектами и помогать другим абсолютно некогда. Вы понимаете, что должны будете отказать. Вариантов нет. Слишком много работы. Но вы не можете просто сказать «Извини, я не могу помочь». Нет. Вы мнетесь и третесь, и в конце концов говорите «Ну, может быть, но я немножко занят. Не знаю, сколько у меня будет времени». Проситель получает от вас смешанное послание. С одной стороны, вы уже чем-то заняты, а с другой – сможете откликнуться на просьбу. И понимает, что вас можно уговорить отложить дела. Он, скорее всего, воспользуется этой возможностью и начнет напирать, ссылаясь на архисрочность. Например, «Это ужасно важно, и мне правда необходима твоя помощь прямо сейчас». Отвечая невнятно, вы сами того не желая, побуждаете просителя усилить напор. Человек, который нацелился на ваше время, воспримет нерешительность как сигнал, что вас можно убедить заняться его делами, даже если из-за этого пострадают ваши собственные. Из-за этого при отказах всегда лучше выражаться ясно. Не ходите вокруг да около. Не обманывайтесь надеждой, что проситель поймет и отстанет. Так не происходит. Вместо этого четко донесите, что не готовы помочь. Прямолинейность при отказе не равна невежливости. На самом деле человек будет благодарен за вашу искренность. Он поймет, что не стоит тратить время на уговоры. Лучше использовать его с большей пользой. Поискать помощи где-то еще. Отказ воспринимается лучше, когда он обоснован. Наличие причины легитимизирует вашу неспособность и или неготовность помогать. Сравните два ответа. Первый. У меня нет на тебя времени. Второй. У меня нет времени тебе помочь, потому что я работаю над важным отчетом, который должен быть готов через два часа. Первая фраза наводит просителя на мысль, не является ли причиной отказа личная неприязнь. Это может привести к конфронтации, которая никому не пойдет на пользу. Второй ответ исключает личную неприязнь из числа возможных причин. Напротив, решение становится обоснованным и объяснимым. Возможно, оно не понравится, но вряд ли в нем станут искать второе дно. Честно объясните, почему вы отказываете в просьбе. Не поддавайтесь искушению выдумать причину. Во-первых, вас будет мучить совесть из-за лжи. А во-вторых, собеседник, скорее всего, почувствует неискренность и может затаить на вас обиду. Лучше всего работают честность, прямолинейность и уважение. Способ номер два. Не тяните время. Вы прекрасно видите, когда кто-то тянет время. Вот и другие тоже видят, когда это делаете вы. Все мы только думаем, что можем скрыть что угодно. И все-таки, когда звучит просьба о помощи, многим из нас так и хочется отсрочить ответ. Мы знаем, что свободного времени и или энергии нет. Понимаем, что придется решительно отказать. Но вместо того, чтобы сказать прямо, мы ходим вокруг да около и оттягиваем неизбежное. Например, отвечаем вопросом. Я могу тебе перезвонить попозже. Или говорим, я подумаю над этим, когда у меня будет минутка. Иногда мы так поступаем из соображений тактичности. Знаем, что должны отказать, но боимся, что проситель почувствует себя отвергнутым и не хотим, чтобы он воспринял отказ на свой счет. Порой мы действуем из страха, что отказавшись поставить нужды просителя выше собственных, спровоцируем конфликт и тянем время, надеясь смягчить воздействие нашего решения. А бывает, что мы искренне хотим помочь, но завалены делами. В этом случае мы оттягиваем ответ в надежде, что найдем способ совместить одно с другим. Тянуть время не самая лучшая идея. И вот почему. Во-первых, это нечестно по отношению к просителю. Вы оставляете надежду, хотя на самом деле вряд ли найдете возможность. Когда же выяснится, что помочь вы все-таки не можете и время потрачено зря, это вряд ли вызовет что-то кроме раздражения. Во-вторых, попытка тянуть время выдает нерешительность. Не услышав четкого «нет», проситель может поднажать, считая, что есть шанс склонить вас на свою сторону. В-третьих, страдает ваша продуктивность, так как вопрос затягивается. В итоге вы потратите куда больше ресурсов, чем могли бы. Когда вас просят о помощи, а вы знаете, что придется отказать, не тяните время. Говорите прямо и четко. Да, это не всегда приятно. Возможно, проситель даже разозлится. Но вы не можете контролировать ни его реакцию, ни эмоции, лежащие в ее основе. Искреннее прямое «нет» это знак уважения. А кроме того, после него просьба уже не будет нависать у вас над головой, словно темная, зловещая туча. Способ номер три. Заменяйте «нет» другим словом. Иногда слово «нет» оказывает пагубное воздействие, несмотря на то, что мы были вполне вежливы. Например, проситель может оскорбиться, так как это слово связано с отвержением его как личности. Если ваш ответ заденет эго такого человека, он может рассердиться. Такая реакция возможна, несмотря на всю нашу тактичность. Слово «нет» несет на себе печать окончательности. Многие люди плохо подготовлены к его восприятию и не могут принять с достоинством. Пообщавшись несколько раз с такими людьми, мы запоминаем, что говорить им «нет» мало того, что трудно, так еще и себе дороже. Услышав отказ, они обычно уходят в гневе и рассказывают знакомым, какие мы жесткие и черствые. А это может разрушить некоторые мостики, навредить нашей репутации и карьере. Так стоит ли удивляться, что нам тяжело говорить «нет» таким людям? Слава Богу, что можно отказать и без этого слова. Просто нужно найти другие способы передать то же сообщение. Допустим, родственник просит вас отвезти его в аэропорт. Можно просто сказать «нет» и честно объяснить причину. Если он обычно относится к вашим обстоятельствам с пониманием, этого будет достаточно. Но если вы по опыту знаете, что он не проявит понимание, склонен расценивать «нет» как личное отвержение и злиться, то можно отказать ему по-другому, чтобы избежать такой реакции. Вот несколько примеров. Я не могу помочь, потому что мне нужно срочно сдать проект. Такой ответ подскажет родственнику, что вы заняты и не в состоянии отвлечься от работы. Я бы с радостью помог тебе, но сейчас просто зашиваюсь со своим проектом. Из этого ответа понятно, что родственник важен для вас, но есть уважительная причина, по которой вы не можете ему помочь. Коллеги рассчитывают на меня, я должен вовремя закончить проект. Если отвлекусь, чтобы помочь тебе, то подведу их. Этот ответ подчеркивает, что вы вынуждены отклонить просьбу из-за того, что уже взяли на себя какое-то обязательство. Мало кто решится потребовать, чтобы вы отступились от своего слова. Обратите внимание, что во всех этих примерах отсутствует слова «нет». произносить его трудно, потому что трудно слышать. Отказы, в которых оно не фигурирует в явном виде, звучат мягче, что позволяет предотвратить возможный конфликт с просителем. Этот подход эффективен для самых различных просьб. Он сработает и когда у вас просят денег, и когда требуются ваши усилия или время. Способ номер четыре. Не поддавайтесь порыву придумать отговорку. Это заманчиво, я понимаю. Кто-то просит вас о помощи. У вас нет времени, придется отказать. Но вам не хочется, чтобы человек считал, что от него просто отмахнулись, и вы начинаете на ходу придумывать отговорки. Вот например, «Я не могу тебя отвезти, потому что у меня машина в сервисе. Я не могу завтра помочь переставить мебель, потому что повредил спину. Я не могу сдать деньги на проводы Тома на пенсию, потому что у меня нет с собой наличных. Я не могу посидеть с твоими детьми, потому что буду работать допоздна. Я не могу сегодня помочь с террасой, потому что пообещал детям сходить с ними в кино. Ну вы поняли. Отговорка это попытка обмануть человека, который просит вас о помощи. Ведь ваша машина на ходу, спина в порядке, в бумажнике есть купюры, а из офиса вы выйдете в 17.00, а дети и не подозревают, что собирались идти в кино. Иными словами, вы придумали отговорку, чтобы оправдать свой отказ. У этого подхода два изъяна. Во-первых, вы, скорее всего, будете чувствовать вину за обман. Уже того, проситель может узнать правду. Как я уже упоминал, мы только думаем, что можем скрыть все, что угодно, а в итоге рискуем прослыть недостойными доверия. Во-вторых, подобный подход оставляет лазейку для обсуждений, которые потребуют времени и сил. Допустим, сосед просит вас помочь ему с террасой. Вы отказываете, объясняя, что обещали сводить детей в кино. Тогда он отвечает «Ладно, а завтра получится? И что теперь делать?» Можно придумать новую отговорку «Не смогу, потому что должен отвезти жену к врачу, но вас заподозрят в неискренности». Вот вы и загнали себя в угол. Гораздо эффективнее прямо сказать «нет» и устоять перед искушением что-то добавить. Это не прозвучит грубо или дурно. Напротив, прямота это знак уважения, если, конечно, вы будете вежливы. А в качестве приятного дополнения вы почувствуете, что стали немного увереннее в себе. И в дальнейшем вежливые отказы будут даваться вам легче. Продолжение следует... Продолжение следует...